Несколько дней назад я сидела и думала, какой же еще контент-гениальное видео снять на мой канал? Кот управляет моим макияжем. Такое уже было. Рубрика вопрос-ответ. Можно, но такое уже тоже было. И скорее всего, по моим подписчикам это не будет интересно. Обзор новой коллекции косметики BTS. Ну, такое видео на моем канале выйдет чуть позднее. Что же снять? Что же, блин, снять? Ну, не снимать же мне, как туалетная втулка, блин, управлять моим макияжем в самом-то деле. Как вы уже поняли из замысловатого начала видео, сегодня я буду делать макияж левой рукой. Я правша. Левой рукой я не могу написать даже свое имя, поэтому я чувствую, что это видео выйдет достаточно зумысловатым и веселым. Хочется в это верить. Кончайте, девочки, кончайте со мной, шутили. Это, наверное, единственное видео, в котором я буду надевать розовую повязку, вот эту вот. Обычно я надеваю ее только тогда, когда умываюсь, но в данном случае я уверена, что я просто испачкаю себе все волосы, а я бы этого не хотела, поэтому придется ее надеть. Собственно, мой макияж начинается с базы под макияж, поэтому я беру базу под макияж. Так, если я буду носить ее левой рукой, значит, мне нужно на правую руку выдавить немного средства и левую его взять и начать распределять по лицу. Да, я чувствую... Видео еще не началось, но я чувствую, что все очень будет плохо. Я вам отвечаю, вот просто даже постукивающие какие-то такие движения, это очень непросто сделать, е-мое. Так, ладно, я нанесла базу под макияж, вроде как пока что не смертельно, ну, потому что она как минимум прозрачная и всех косяков не видно. Следующим шагом я буду наносить тональный крем, и здесь я чувствую, будет очень весело, или очень грустно, или весело и грустно одновременно. Подождите, я заметила, что у меня сегодня очень сильные выраженные синяки под глазами, потому что я очень плохо сегодня спала, то чувство, когда-то просто заснула в 2 ночи, проснулась в 6. Привет! Вы заценили, да, как я кисть держу вообще? Вот, как я ее держу. Хотя, кстати, не уверена, может быть, так все люди нормально держат. О, кстати, вы не знаете про меня один очень интересный факт. Я держу ручку вот так, вот. Вот так я держу ручку, то есть, ну, у меня так привычно, я так с первого класса ее как взяла, так, собственно, и держу. А как держишь нормальные люди, я не знаю, но мне постоянно за это вылетало пиздулей. Я не знаю, я ничего не знаю. Черт, это реально суперсложно. Не, ну, очевидно, что разница есть. Маккеш для начинающих от начинающего. Я вам отвечаю, даже просто держать кисть, это так неудобно, это просто пипец. Тон у меня в стике. Это один из моих самых любимых. На данный момент, кто смотрел видео про мою косметичку, знают. И, чтобы вы понимали, мне очень-очень-очень не хочется краситься именно им, потому что мне его жалко. Но я понимаю, что жалко бывает еще и у пчелки, и надо делать. Или действуй, или жалко пчелку. Чего? Кстати, когда досмотрите это видео, обязательно оцените все макияж по шкале от 1 до 10. Насколько бы вы его оценили, не зная, что он сделан левой рукой. Ну, то есть, вот если бы увидели этот макияж, вы бы не знали, что он сделан левой рукой и стоил мне титанических усилий. Что бы вы сказали, хороший макияж или плохой? Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Так много вопросов, и так мало ответов. И когда эти девочки закончат уже шутить? Теперь я хочу найти картинку классного макияжа бровей. Вот, я нашла какие-то брови, выглядят они очаровательно. У меня есть все, что, собственно, нужно, чтобы создать такие брови. Поэтому нужно попробовать это воплотить в жизнь. Честно говоря, очень сомневаюсь, что у меня получится сделать даже на нескольких процентов похоже вот это вот. Потому что они очень чистые, и вряд ли у меня такое получится, даже если я захочу их сделать нормальной рукой. Я уж не говорю про мою нерабочую. Черчу прямую линию. Блэээд! Все просто, ребят. Стирать я не буду. Вот как у меня с первого раза получится, так оно и останется со мной. Возьму помадку, карандаш недостаточно пигментированный для того, чтобы все это нарисовать. Секунду. Технические замещения. Аааа, че за, че за. Совершенно очевидно то, что в бровях должна быть симметрия. Поэтому одна бровь должна быть хотя бы минимально похожа на другую. Опа, смотрите, какая ровная линия просто. Вот посмотрите. На каком бьюти-канале вообще вы увидите еще подобное мастерство? Коротко и наглядно о том, что форма бровей действительно очень сильно влияет на... На внешний вид человека. Консилер нам нужен много. Срочно, много. А можно просто всю бровь консилером вытереть? Че за? Что происходит? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Что ж, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, который меня волнует. Какая бровь вам нравится больше? Вариант А. Левая. Вариант Б. Правая. Вариант В. Пожалуйста, смой этот макияж и сними, как туалетная втулка управляет твоим макияжем. С бровями ясно все. Дополнительных комментариев тут уже не требуется. Дело за веками. Чудесно. Именно то, что я хочу. В самом начале я возьму светло-голубые тени. И буду делать растушевку на самом верхнем вот этой вот зоне. Интересно, среди моих подписчиков есть люди, которые умеют двумя руками одинаково хорошо писать, там, красить себя и все такое. Это, наверное, очень удобно, если ты можешь сразу двумя руками все делать. После этого нужно добавить более глубокий, насыщенный синий цвет. Более насыщенный уже в складку вот сюда вот. В глубину. По-моему, мои глаза получаются очень глубокими. В них просто утонуть можно будет. И утопленником стать. Дальнейшие действия самые темно-синие. Еще и с блесточками. Собственно, теперь нужно будет взять пальчиком белые тени, нанести их сюда, чтобы потом на них нанести темно-синий. Он был более такой, что ли, четкий и аккуратный. Поэтому сконтурирую сейчас верхнее веко. Факт просто размажу какую-то фигню и превращаю в голубое. Но это уже другая история. Теперь нужна плоская кисть и ярко-темно-синие тени. Вот они, вот кисть. Вот моя века. Вот я прикладываю кисть к векам. Вот я пытаюсь что-то рисовать на веках. Грустно и печально. И смешно. Сейчас будет мясо. Я буду рисовать стрелку. Просто то чувство, когда стрелка левой рукой получилась не хуже, чем когда я обычно делаю правой. Симметрия не мой конек. У меня вообще нет конька. Не, вам реально надо попробовать себе сделать макияж левой рукой. Вот вообще, когда будет нечего делать или просто после просмотра этого видео, возьмите свою косметику и попробуйте себе сделать макияж. Хотя бы какие-то детали. Осталось добавить румян и хойлайтер. Кстати, с румянами как-то все достаточно просто. Делаю теперь контуринг немножко. Вот это только что зря было. А-а-а! Ужас какой! Нет, нет, нет! Пудра, пудра, мне нужна пудра. Где моя пудра? У меня паника. Пудра, а ты где? Не нашла пудру, но замажу это тональником. Сияшечка никогда не подведет. Что ж, осталось дело за малым. За помадой. Помадой. Но нужно подобрать, конечно же, помаду, которая бы идеально подошла к этому макияжу. Мне кажется, такая нюдовая, слишком нюдовая. Такая слишком блестящая. Такая... Нет, тоже слишком блестящая. Может быть, эта? Да, думаю, можно попробовать эту. Собственно, вот. Макияж одной левой рукой. Что он из себя представляет? Выглядит это как-то вот так. Ну, я бы назвала его достаточно скверным макияжем. Однако, я, честно говоря, думала, что будет гораздо хуже. Я специально выбрала себе брови посложнее, глаза посложнее. Ну, получилось нормально. Не могу сказать, что прям пипец-пипец. А что скажете, достопочтимая публика, вы? Нравится вам это... Или нет? Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайся на мой канал, если ты досмотрел видео до этого момента. Потому что, если тебе хватило просто смелости и стойкости досмотреть аж до сюда, подпишись. И лайк поставь. Тык. И удоведомления включи. Буду ждать вас на моем канале. Всех люблю, всех целую. И всем пока!